Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода» в клубах. Наша сегодняшняя тема заимствована собственным общественным мемориалом, читая по годам. Как читали люди в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, то есть как они читали в советское время и как они читают сейчас. Читая по годам, это проект, который представлен на сайте «Общественный мемориал», и был представлен на ярмарке «Нонфикшн» как круглый стол, как мы читали в советское время и как мы читаем теперь. Вот мы сегодня об этом будем говорить. Я попросила прийти в студию участников этой конференции и отчасти повторить, отчасти развить то, что мы обсуждали на ярмарке «Нонфикшн». И так за нашим столом историк, руководитель образовательной программы «Общественный мемориал» Ирина Щербакова, которая, собственно, придумала эту конструкцию, культуролог Владимир Поперный, переводчик-социолог Борис Дубин, философ и главный редактор издательства «Одмаргином» Александр Иванов и писатель Владимир Шаров. Я бы хотела, друзья, чтобы мы начали с ваших абсолютно конкретных воспоминаний о том, что вы, как вы читали, что вы читали в период до 91-го года. Ну, с какого-нибудь одного воспоминания я бы хотела начать. А тут выясняется, что и кино тоже входило в эту зону по-другому. Но мы по-другому и смотрели, и смотрим теперь. Вообще конструкция более сложная. Я бы сказала, и потребляли мы по-другому. Кто первый будет говорить? «Лидис ферст». Давайте, Ира, давайте. Нет, ну, если это нужно, если нужно говорить о каких-то личных воспоминаниях... Давайте сначала вот с личным воспоминаниями. Это можно, конечно, говорить об этом очень много, потому что я такой нетипичный, в общем, совсем, не совсем типичный случай, но среди собравшихся он типичный, а вообще-то он не такой типичный, потому что все-таки моя семья имела самое прямое отношение к литературе, к советской литературе. Поэтому я совершенно... от меня никогда ничего не скрывалось. Здесь, значит, я абсолютно знала, где никто там мне, правда, не говорил, вот пойди, ты обязательно должна это прочесть. Но я знала, что, во-первых, обсуждают родители, да, и их друзья. Во-вторых, я знала, где что лежит. Значит, и, значит, это место было хорошо известно, и я периодически проверяла, что там появилось. Значит, и читала. Кстати говоря, какие-то вещи, может быть, и не стоило бы читать так рано, я их не понимала. Например, с Шаламова у меня произошла такая история, я слишком рано те самые колымские... Колымские рассказы. Да, и страшно напугалась, ужасно. И, в общем, я долгое время даже боялась как-то потом к нему притрагиваться. У меня такая почти травма возникла. А вот что, надо сказать, что на меня не производилось впечатление Солженицын, не сильное. Я тоже прочитала там один день, потому что он родители появился до публикации. Вот я помню, вот я расскажу одну историю, значит, я подслушала, значит, как отец сказал, ну, не подслушала, потому что я все время тут находилась, сказал маме, знаешь, мне тут из юности попросили меня прочитать одну рукопись, это небольшой рассказ. Значит, какого-то такого парня, его совершенно никто не знает, с такой какой-то еврейско-немецкой фамилией, он попросил, чтобы я его прочел, потому что они как-то в юности не знают, что с этим делать. И это был, и я его тоже прочитала, это был вот рассказ Фридриха Горенштейна «Домик с башенкой», после этого Фридрих появился в нашем доме. Вот этот рассказ, я совершенно, он на меня произвел какое-то абсолютно невероятное, сильное впечатление. Я просто разрывалась, так сказать, мне было там, не знаю, посчитать, 11 лет, я разрывалась, мое сердце разрывалось так совершенно от жалости, от, так сказать, к этому мальчику, который там остается один. И когда я увидела Фридриха, то это абсолютно наложилось, вот он только что приехал тогда из Киева, это совершенно наложилось вот на его образ, абсолютно этот рассказ. И надо сказать, что Фридриха вообще стоит вспоминать всегда в этом случае, когда мы говорим о том, что мы читали, потому что я такого случая действительно не знаю. Человек, который написал 8 романов, опять-таки до отъезда в Германию, значит, а я знаю, когда это происходило, я заполняла анкету его по-немецки, значит, и эти, все, что он писал, читало совсем только несколько человек, что я считаю просто совсем. И он, оставляя вещи, так сказать, архив хранился у отца, и он говорил, что никому не давайте, никому не давайте читать, только по моему разрешению. И мне так, между прочим, до сих пор кажется, это большой его ошибкой и очень большой, вот, так сказать, трагедией, что какие-то вещи тогда совсем до читателя не доходили. Илья Шибаков, спасибо. Владимир Паперный, пожалуйста. Так случилось, что я оказался одним из первых читателей двух произведений, которые потом стали очень знаменитыми. А в то время никто не знал ни авторов, ни самих произведений. Моя мама работала заведующей отделом критики журнала «Новый мир». Ее ближайшая подруга Ася Берзер, подруга, причем, со школьных времен еще, они так тесно были связаны, что я в детстве Асю Берзер воспринимал как свою тетю. Я думал, что она наша родственница, потом выяснилось, что она просто наша хорошая знакомая. Я всегда ее называл Ася. А ее подруга Ася была зав. отделом прозы. И вот однажды мама приходит домой поздно вечером и говорит, вот мне Ася дала, к ней самотеком попала одна рукопись какого-то там странного писателя из Рязани, и, по-моему, это замечательно, но что с этим делать, непонятно. Опубликовать это, конечно, будет никогда невозможно. Дала сначала папе, папа довольно быстро прочитал, сказал, что это, конечно, потрясающе, но я гарантирую, что это никогда не будет опубликовано. Потом дали мне, я тоже пришел в восторг, я тоже сказал, что никогда не будет опубликовано. И дальше началась довольно известная история, как она описана и самим Солженицыным, и есть разные версии, Лукшина и так далее, как Ася Берзер решила, грубо говоря, обманывать советскую власть и напечатать это произведение. И она понимала, что первый шаг, чтобы эта рукопись попала к Твардовскому. А Твардовский, несмотря на свои либеральные взгляды, он все-таки был советским начальником, и зав. отделом прозы не мог просто попасть к нему в кабинет. Это как-то было нарушением всей иерархии, и она должна была действовать через редколлегию. Но она прекрасно понимала, что в редколлегии, где все свои, ей бы сказал, что она с ума сошла. Ну, что ты отнимаешь наше время, и знаешь, что это никогда не будет опубликовано. И это бы так и осталось лежать в этой папке, и никогда бы никогда не пошло. Поэтому она долго думала, как ей попасть под каким предлогом в кабинет Твардовского, и, наконец, придумала. И она долго думала о ключевой фразе, которую она должна сказать, чтобы он заинтересовался этим. И я не помню, под каким предлогом она попала к нему в кабинет, обсудив то, что она должна была обсудить. Она говорит, да, Александр Андреевич, кстати, вот тут интересная рукопись пришла с самотеком. «Крестьянин в лагере» – очень народная вещь. Вот эта фраза, над которой она долго думала, и она была очень точно рассчитана, и она совершенно точно сработала. Понятно, почему. Потому что у Твардовского был комплекс вины по отношению к крестьянам, и в частности к его родителям, которые были раскулачены и сосланы в Сибирь, и оттуда писали ему письма. «Саша, ты вот большой человек в Москве, помоги нам». А он им отвечал, «Папа, извини, мы по разные стороны баррикады, я вам ничем помочь не могу». И вот это, когда он слышал, «Крестьянин в лагере» – очень народная вещь, он сказал, «А, да, давайте я почитаю». То есть этот расчет сработал на 100%. И дальше он пришел домой, прочитал где-то в 3 часа ночи, разбудил жену, она тоже прочитала. После этого он начал звонить друзьям, всех разбудил, всех своих друзей, вызвал их немедленно приехать к нему, они все читали, и все сказали, «Гениально, но это никогда не будет опубликовано». И тогда началась вторая фаза этой драмы, когда он решил вот такой же прием, как Ася Берзе применить по отношению Крущева. Он понимал, что это может быть разрешено только если будет личная санкция Крущева. Задача была в том, что, опять-таки, не попасть через референтов, которые бы искали Александр Леонидович, с ума сошли. Поэтому они долго искали человека, который может положить это на стол. Я не помню фамилию этого человека, по-моему, Лебедев, если я не ошибаюсь. Может быть, и не точно. Который был старым фронтовиком, и для которого Василий Теркин, это был такой святой текст, поэтому он сказал, что для Вас я это сделаю. И он положил этот текст на стол Крущева, который тут же позвонил Портовскому и сказал, печатайте. Почему Крущев так охотно на это согласился? Потому что у него были проблемы совсем ЦК, которое было против его речи на 20-м съезде, против вообще всей децентрализации. И он увидел в этом некую идеологическую поддержку. И таким образом это произведение было напечатано. И с моей точки зрения, мне кажется, это все-таки лучшее, что он написал, потому что в это время он еще не придумывал церковно-славянского языка, он не учил Запад, как жить, и там не было никакой, так сказать, условно говоря, пропаганды, потому что это вот тот случай, когда, знаете, у Лосева была диссертация, которая называлась «О пользе цензуры». Это вот тот случай, когда цензура могла избавить от всего лишнего, и получилось действительно потрясающее литературное произведение. Впрочем, я ираковый корпус люблю. Это, мне кажется, настолько же чистая литература. Спасибо. Спасибо, Владимир Поперный. Володя Шаров, пожалуйста, ваша версия чтения. Ну, в общем, как бы все закрыто было, а с книжками все было отчасти открыто, и мир был разнообразный, и цветной, а главное, что если то, что касается переводной литературы, то совершенно блистательный переводчик, который потом и в нынешнее время, возможно, сами пишет, а тогда просто совершенно необыкновенно талантливые люди, и отбор уже шел здесь, потому что хорошие переводчики соглашались в общем и целом уже, значит, слегка войдя в форму, и уже, значит, в общем переводили только очень-очень хорошие, качественные книги, бесконечно, ласково, старательно, любовно все это переводили, потому что с переводом уже большие трудности, надо переводить не с языка на язык, а с культурой на культуру, с историей на историю, единственное, что убивает текст раз и навсегда, и на корню, это комментарий, который как бы необходим, потому что комментарий ломает строй фразы, ритмику, музыку, и вообще от текста ни черта не остается, но вообще, наверное, главное все-таки, вот книга, если сейчас, мне кажется, что это был, и, по-моему, у всех присутствующих тоже, это был некоторый поток, я приходил там после школы, где-то за 4-5 я, значит, читал, и были какие-то, какая-то была переводная литература, там были довольно высокие полки, был самый старый-старый раздолбанный диван, и я, значит, шатался то самое. То есть, какой-то обмой книги вы вспомнить не можете? Нет, могу вспомнить. Когда мне было 15 лет, соответственно, это 67-й год, отцу подарили слепую копию Котлована, и я был совершенно потрясен. Я вообще довольно много всего этого слушал, потому что с 57-го года у нас останавливались и жили очень многие люди, отсидевшие по 15 и по 20 лет в лагерях, а я был такой ребенок террористического склада, и я, мне загнать было невозможно, я им, конечно, не давал жить, и мешал, значит, по первому разряду, но я был уверен, с другой стороны, что они приходят ради меня, совершенно не ради отца, и понимал, почему меня надо загонять спать. А тут я, в общем, в общем, все, все, что до этого я читал, мне казалось, в общем, со стороны. Люди другой культуры, другого образования, другого понимания мира и сути, и все. Это первая книга, и до сих пор я считаю, что она для меня самая важная, и лучше, где вообще революция, и то, что было после революции, вообще было увидено во всех отношениях, и со всех сторон изнутри, и приговор был вынесен изнутри, возможно, вне, значит, какого-то ни было желания автора, и в общем, здесь было больше настоящего и подлинного в любом, что я читал. Спасибо. Володя, Александр Иванов. Слушайте, я вообще чувствую себя лишним. На этом празднике жизни, да, я вот тоже хотел сказать, Саше, да, да, да. У меня просто возникает такое ощущение, что, как бы, помните, будет такой период в истории Египта, когда на смену одной модели политической пришла реформа Аминхотепа. Помним, помним. как бы, говоря об этом периоде, мне кажется, это трудонство. Мы, говоря о советском периоде, у меня ощущение, что мы занимаемся такой египтологией. То есть, как бы, вот я завидую коллегам, которые были очень близки к реформе Аминхотепа, например, и чувствовали, как бы, пульс этой реформы и эстетические, как бы, подробности, складки, которые формировали эту эпоху. Я, как бы, к сожалению, не был причастен к таким вот тайным чтениям. То есть, самым тайным моим чтением было чтение по-английски «Крестного отца» Марио Пьюза. Особенно эротических сцен. И это сильное впечатление на меня произвело. потом я обменял эту книгу на книгу «Золотая ветвь» Фрезера. Почему этот обмен состоялся, я не помню, но как-то вот он произошел. Мне кажется, что проблема еще, которую мы так или иначе затрагиваем, это проблема того, что тот язык, который оппонировал, грубо говоря, доступ на официальной культуре, в каком-то эстетическом структурном смысле являлся тем же самым языком. То есть, грубо говоря, я не вижу существенной разницы между языком даже раннего Солженицын, например, и языком раннего Распутина. Или языком, например, Шаламова и языком самых удачных вещей, скажем, Тендрикова. Может быть, я не самый удачный пример. А Платонова куда-нибудь так, да. Платонов, вот это интересная тема, потому что эта тема, мне кажется, очень важной и, может быть, самой важной в круге такого позднесоветского чтения, это тема, которую я бы назвал репрессированного модернизма. Она очень важна. То есть, Платонова можно читать как диссидента, но мне очень понравилось, как его читал в последней, в какой-то из лекций Виктора Голышева, там было скорее вот это изумление перед самим эстетическим, как бы миром Платонова, из которого вырастает уже, а может быть, и не вырастает, его какая-то, грубо говоря, идейная позиция. То есть, как и любой настоящий писатель, он идет не вот идейного какого-то бэкграунда, а он идет от какой-то очень чувственной материя языка смартфона. Материя языка и как бы здесь трудно сказать какую позицию он занимает при этом советский он или антисоветский, но он безусловно эксперимент. В круг репрессированного модернизма, конечно, входила и литература, часть литературы Серебряного века, но не вся, конечно, а там, допустим, Андрей Белый в гораздо большей степени, нежели там, не знаю, три, как бы знаменоса литературы, поэтических Серебряного века, то есть, кто там, Ахматова, Пастернак, Цветаева, да, ну, окей, я как бы... Это все-таки позднего Серебряного века, скорее, акмиизма, потому что Серебряный век, в чистом виде, это был... Тем не менее, как бы вот этот репрессированный модернизм, это серьезная проблема, которая сейчас дает свои... Ну, это и последние репрессированные модернисты, если уж тогда рассуждать в этом ключе, это, наверное, абориуты, собственно говоря, исключенные из жизни непосредственно сталинскими постановлениями, которые тоже приходили через самождат. Что, мне кажется, подверглось наибольшему, как бы, осуждению, это не антисоветизм, а некая нейтральная позиция, да, то есть, позиция, я бы сказал, когда человека невозможно опознать с точки зрения тех критериев, которые власть и диссиденты предъявляли к литературе. А это были, в общем, серьезные, идейные критерии, такие платонизирующие критерии, вот. Но были писатели, а? Ну, например, ну, например, как бы, это критерии касались содержания литературы, касались, как бы, морального выбора и так далее. А, как бы, вопросы, которые задавались бы в отношении эстетики, стилистики, формы, как бы, идеологии самой формы, да, эти вопросы, как бы, иногда возникали, но очень редко. Вот. И поэтому очень важный был вот этот сопутствующий круг критической литературы, типа Бахтина, например, который чуть-чуть, как бы, в своем методе вот пытался, как бы, вот это поле вопросов поднимать в отношении литературы. То есть задавать литературе не вопросы, типа, с кем вы мастера культуры, за коммунизм или против коммунизма вы, а, как бы, вопросы, касающиеся того, от чего, мне кажется, и стоит испытывать удовольствие от литературы. то есть вопрос такого особого эротизма, как бы, литературной формы, вот, который, конечно, очень важен. Только вот я бы хотел все-таки уточнить, о каких фигурах мы говорим. Мы говорим вот о замятине, о Куржановском, о, если я вас правильно понимаю, о том корпусе литераторов, которые выпали. Это вообще о модернизме в широком смысле. То есть, например, как бы, понятно, что очень позднее чтение в культуре, там, Джойса, Пруста и Кавки, это, как бы, очень большая травма для культуры, то есть опыт модернизма очень поздно пройден, вот, и сейчас, вот, в виде русской билетристики мы имеем, как раз, вот эти последствия такого непрочитанного, непереваренного модернизма. Здесь он нашел, да. Вот, и об этом много пишут, вот, и, соответственно, как бы, постмодернизм здесь воспринимается как абсолютно неукорененная какая-то такая театрализованная, как бы, манера. Эклектика. Эклектика и так далее. Нет понимания связи с традицией модернизма, авангарда и всего. Ну, то есть здесь, конечно, очень запущенная ситуация, но, мой последний интерес, что часть этой запущенности является дихотомия, как бы, запрещенной и разрешенной литературы. Вот, если мы туда будем углубляться, то мы, как бы, на мой взгляд, будем все дальше, дальше уходить от той болевой точки, в которой мы сейчас находимся. С точки зрения чтения, литературы и так далее. Потому что, мне кажется, что это вот, эта дихотомия, как ни странно, она во многом, как бы, дискурсивно определяет советский строй. То есть, грубо говоря, как оппозиция между Питером и Москвой рождена в Питере, а не в Москве, так оппозиция между советским и антисоветским рождена не в антисоветском поле, а в советском поле. В самом негативном смысле этого поля, в смысле, как бы, управляемости, контроля, там, и так далее. Поэтому, я бы, вот, как-то пытался, как бы, дезертировать с этого фронта, вот, в сторону других проблем. Хорошо, это интересная штука, то, о чем Саша говорит. Можно мы все-таки, Борис Владимирович, послушаем, и потом мы вступим в дискуссию. Я единственное, что я хочу сказать по поводу Платонова, которого я читала, тоже сначала, в самом издательном, в общем, я его читала долго, и старалась считать его на всем протяжении. Он действительно начинал как совершенно простой, и отчасти даже наивный писатель. И черты, вот эти суперрафинированные черты его позднего, они находятся в довольно неуклюжих еще статьях его первого воронежского периода, где он вполне себе за советскую власть выступает. И это был отчасти такой общий стиль эпохи, такой, ну, как бы я сравнивала вообще газетную стилистику того времени в архивах, это было ужасно интересное наблюдение. Он действительно рос как очень живое существо. был оттуда, так сказать, он язык этот свой оттуда создавал. Да, это прям становится очевидно. Это очевидно, когда ты читаешь его статьи. Это замечательный том, писем плотовый. сейчас прекрасный том, Потрясающий вышел. Да, совершенно замечательный. Почти соцартикульская. В общем, да, практически так. Это и сконструированный им интеллектуально, и биологический его язык. Давайте я напомню, что мы сейчас занимаемся проблемой того, как читали люди в советское время в разные периоды, и как читают сейчас. Борис Владимирович Дубин, пожалуйста. Ой, ну, мне сложно по нескольким причинам. Значит, ну, во-первых, я как бы не только читатель, но и изучатель, да, тех, кто читает. Вот. И вообще отношение с книгой и отношение с библиотекой, ну, как бы, собственно, это и есть жизнь, да. Мама привела меня в библиотеку, обычную районную массовую библиотеку, когда мне было пять лет. Вот. С тех пор я не выходил из библиотеки на протяжении... С ногами. С ногами. Да, на протяжении всей своей жизни. Ну, может быть, кроме самого последнего времени, когда уже там, писать некогда, а уж читать. Вот. Ну, тут, и в этом, как мне теперь кажется, в этом был некоторый драматизм и в ее поступке, и в том, как все дальше пошло и получилось, потому что, в общем, в каком-то смысле я был человеком без культурных предков. То есть у меня их просто нет. Вот. Мои родители, так называемые служащие, вот, в первом поколении, люди, родившиеся в деревне и приехавшие в город. Вот. И, соответственно, их задачи, как, собственно, у первых поколений всегда бывает, задача адаптироваться в городе. Проблемы культуры встают уже потом, позже. Вот. Но зато те, для кого они встают, оказываются в каком-то смысле без культурных предков. Кто-то говорил из французских революционеров, что, ну, что вы мне все там, отцы, отцы, предки, предки. Я сам свой предок. Вот. Мысль, вообще говоря, довольно дурацкая, и выражение такое, ну, как бы намеренно оскорбительное по отношению к предкам. Вот. У меня нет этого, избавь бог, но в культурном отношении я как бы вынужден признать, что это так. И в некотором смысле книга и библиотека и стала, вот, значит, к сожалению, они обе женского рода. Значит, вот, как бы и стали, и стали предками, да? Вот. Значит, теперь, что касается, да, ну, дальше 15 лет работы в Ленинской библиотеке, потом еще 3 года работы в книжной палате, а потом социология чтения уже в ЦИОМе и Левадоцентре. Значит, теперь, что касается, собственно, чтения. Да, поскольку не было, культурных предков, то в каком-то смысле не было и круга, который мог бы что-то подсоветовать и указать. Поэтому пришлось как-то самому. А, и тут путь был довольно кривой. Вот. Родители, как люди, вот, первого поколения служащих, они, конечно, любили солидные издания. У них, ну, практически не было книг. Ну, библиотека это нельзя было назвать. Но книги, которые были дома, они должны были быть солидные. А что было солиднее, большой советской энциклопедии? Естественно. Ну, то есть, тогда подписные издания вообще были... Неплохо. Супер-пупер. Вот. Ничего важнее не было, чем набить свой шкаф, значит, первый в жизни и последний в жизни книжный шкаф бесконечными многотомниками собрания сочинений. Вот. Значит, вот они предпочли такой вариант. И я... Ну, что делать? Я, значит, рылся во всем этом окаменелом дерьме. Вот. И... Но там были слова манки. Вот. Декадент, упадочнические настроения, впал в мистику и так далее. Все. Я тут же немедленно брал это на карандаш и в огромных амбарных тетрадях китайских, которые мы родители привезли с Дальнего Востока, поскольку были там в этой самой русско-японской войне, и, видимо, зачали меня там, а привезли уже в Москву рождаться. Вот. Значит, я в этих самых огромных, разграфленных, очень заботливо на желтоватой китайской бумаге этих амбарных тетрадях, значит, записывал список мировой литературы, где были декаденты, и вот, чего там точно не было. И я не читал это, ну, по крайней мере, до момента, когда надо было поступать в... на филологический факультет. Ну, в школе, конечно, что делать пришлось. Но, в принципе, я не читал русскую литературу вообще. Я вообще считал, что это читать не нужно, никогда и ни зачем. Вот. Поэтому первое... А как же Толстого и Достоевского в школе пропустят? Нет, нет. Ну, это... Лен, это же было легко. Это было, ну, нормальному парню или там девочке. Ну, так же, как школьная арифметика или там что-то. Ну, господи, ну, это на 15 минут работы. Ну, прогляделы и все. Потом мы научились это делать на филфаке. Вот такие пачки в библиотеке... Списки литературы. В библиотеке Горького в читальном зале, да, один читает одну пачку, другую, другую, третий, третью. И пересказывают. Быстро обмениваются пересказами. На следующий день экзамен. Нормально. Вот. Да, первая книга, прочитанная в Ленинской библиотеке, была прочитана в 12 лет. Там был детский... Что это было за книжечкой? Я прям волнуюсь. Там был детский зал. Потом был юношеский зал, а потом уже, собственно, общий зал. Потом упразднили. Сначала детский, потом юношеский, а потом, в общем, и общий тоже стал ничем. Вот. Да. Значит, к тому времени уже были составлены списки мировой литературы. Поэтому начинать надо сначала, естественно. Поэтому я приехал туда 12-летним мальчиком вместе со своим товарищем по классу. Он чего-то там, я не помню, Вальтер Скотт, что ли, попросил. Вот. А я, значит, юноша обслуживал нас дело к вечеру, темнеющий зал, зажегшиеся зеленые лампы. То, о чем я мечтал всю жизнь. Всю жизнь. Я думал, что моя жизнь вот так и пройдет вот среди этого всего. И нифига. Вот. Все получилось совершенно по-другому. Вот. И я, значит, юноше говорю, а у вас есть эсхил? Юноша немножко напрягся. Вот. А что говорит? Ну, например, прикованный Прометей. Вот. И вот это была первая книга, прочитанная в Ленинской библиотеке. Вот. А потом было много-много-много-много всего. Два слова о том, вот, на проблематике, на которую вы вышли. Угу. Я во многом с Сашей Ивановым согласен. И противопоставление, вот, так сказать, советского и антисоветского, ну, понятно, что эта вещь сработавшаяся, она принадлежит, она принадлежит советскому. Вот. Но само советское, я думаю, из опыта не уходит. Вот. И мне бы не хотелось, чтобы оно ушло. Вот. И здесь приходится, ну, как... Из опыта нашего чтения? Из опыта нашего чтения, из опыта литературы, из опыта нашего мышления, из нашей памяти и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что здесь скорее какой-то, ну, для меня, по крайней мере, это сугубо частное и индивидуалистическое, индивидуальное высказывание. Вот. Я думаю, что здесь примерно как при... это вождение, да? Вот. Надо выстраивать какой-то сложный угол, так, чтобы учитывать советское, учитывать то в советском, что не было советским. Вот. А это, надо сказать, длинная штука. И как показывает, вот, у Олега Юрьева, недавно, замечательного поэта и прозаика, и литературного критика, и сейста, недавно вышла книжка «Заполненные зияния», где он старается показать, что, вообще говоря, разрывы между абериутами и второй ленинградской культурой 70-х-80-х годов не было разрыва, но ниточки были очень тонкими. Там гор, там, ну и так далее. Несколько фигур, да? Вот в предстоящем году выйдет его вторая книга, писали как «Сотоварищ по выживанию», вот, где он эту, как бы, мысль продолжит. Я вот сейчас начинаю вспоминать, значит, ну да, если так резко противопоставлять, то даже и Платонов, скорее всего, уж особенно, конечно, Платонов, литературный критик, он точно попадет в советский. Вот. Но о Добычин, о Вагенов, о Кржижановский, о тот же Гор, и так далее, и так далее. И мы видим, что эта линия очень длинная. Причем это люди, конечно, не советские. Некоторые из них во всем, в привычках, в одежде, в поведении, особенно если это касалось Петербурга, ну, Ленинграда, вот, конечно, это там было в высшей степени, в высшей степени так. И очень многие рассказывают о том, вот, о сохранившихся людях из той, другой, до советской, или параллельно советской жизни и эпохи. Они даже сами могли не быть писателями. Вот. Но в сфере интересов, в поведении, в одежде, в оценках, они знали и помнили то, чего уже, как бы, не должно было быть. И вот для меня, в этом смысле, сложная линия вычеркивается между тем, что было, причем было, нам назойливо тыкали это в глаза и говорили, что ничего другого нет и не должно быть и никогда не будет. Вот, оба замечательных первых выступающих произносили слово «никогда». Да? Вот. Это очень, это очень советская, в этом смысле, такая штука. Да? Вот. Власти действительно были уверены, что никогда. Вот. Но было второе, что было внутри советского, но было не советским. Вот. Рядом с ним было еще антисоветское, которое во многом росло, росло из советского. И мы теперь оказываемся, ну, я, по крайней мере, так себя чувствую, ну, не то чтобы наследниками, но человеком, который как-то принимает в учет и то, и другое, и третье, и какие-то силовые линии, которые во всем этом деле работают. И последнее, уже вот, значит, в связи с этим скажу, тут для меня ключевая фигура, это Набокова. Я по отношению к Набокову тоже произнес, по отношению к Набокову я тоже произнес в своей жизни слово «никогда». Когда началась наша вот теперь, то есть перестройка и гласность, вот, и пошло все печататься в журналах, значит, у меня был замечательный, он теперь уже покойный, к сожалению, вот, друг Сережа Шведов, значит, филолог, английст, американист даже, точнее сказать, культуролог, вот, мы с ним вместе, значит, работали сначала в Ленинской библиотеке, потом в книжной палате, и мы с ним поспорили. Я говорю, да, 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 нет, скорее всего, даже и Солженицын напечатают, ну, там, архипелаг попозже, ну, в общем, напечатают. Но Набокова никогда через три года вышел «Четырехтаник» там, что? У меня был аналогичный разговор с моими друзьями на кухне в 1985 году. Ну, Лен, Лолита, Лолита, было ключевой книгой для этого нашего представления о том, что никогда. Да, стилистика важна, но, вообще говоря, Набоков, думаю, рискую сделать такое заявление, скорее всего, махнул бы на наши слова о стилистике и сказал бы, главное не стилистика, главное метафизика. А вот она у него была настолько другая, что и вся стилистика становилась другой и не могла не быть другой. Это не было не советским. Хотя, какое-то отношение к советскому он все время имел. Но смешно, что он скорее говорит об этом. Смешно, что он, действительно, когда он производит референцию к советскому, это выглядит, как какой-то укол, абсолютно интеллектуальное замечание, которого нет, этого нет в его крови. И если, вот когда Саша говорил, я все время думала на буквы, конечно же, потому что, если говорить о модернизме, о чем-то, не имеющем ни капли советского своей крови, то, наверное, на букву самый такой почти поп-пример этого разговора. Давайте сейчас Иру и Володю послушаем, что вы обо всем этом думаете. Мне кажется, Борис Владимирович четко определил вот эти три топика советское, антисоветское и несоветское. И вот поле несоветского, мне кажется, самое любопытное. Но, вы знаете, я хочу все-таки зайти как немножко с другого конца, потому что я все-таки историк и от этого отделаться не могу, потому что, хоть росла в литературе в Ведческом доме, от этого отделаться не могу, потому что, конечно, хорошо сейчас, так сказать, на это все смотреть, как на египетские, как на, так сказать, пирамиды и на это на все. Но и, в общем, собственно говоря, мы так и делаем. А если так, а если к этому подходить таким образом, то тогда, конечно, совершенно очевидно, надо говорить о значении чтения вообще для людей. Что это вообще было? что, что, для чего вообще люди читали? это было всего. Да, вот в том-то и дело, что это было все. И от этого всего зависит, и тут нет никакой оппозиции между советским и антисоветским. И никакого, и когда я, поверьте, читала там, кстати говоря, и Шаламова или Гринштейна, речь не шла о том, что они советские или антисоветские, совершенно. Это был абсолютно взгляд такой, это была дверца туда, о котором не знали ничего. Люди же жили, вот сейчас так кажется, что как будто бы, так сказать, люди там, так сказать, что-то знали, что они там где-то, что-то такое, это самое, они, у них, во-первых, не было, а языка, которым они об этом могли вообще что бы то ни было рассказать. И этот язык рождался в муках. И он был, конечно, ужасно советским. И это была, шла вот эта борьба с этой какой-то немотой. И те писатели, которые какие-то искали для себя возможности изменения этого языка, они, кстати говоря, ужасно боялись, что их и не поймут, что им не достучаться, что их не прочтут. Им нужна была большая смелость, чтобы, такая творческая, художественная, чтобы на это, на все, на самом деле, наплевать. На то, что вот, и, кстати, я не случайно с Фридриха начала, что на это вообще, на это на все наплевать. Прочтут меня, не прочтут, я буду писать, потому что литература это моя жизнь, а уж как они там, так сказать, это прочитают, и будут ли они читать это, мне на это совершенно наплевать. Но это было совсем, это был совсем не такой частый случай, а даже просто у нас единичный. Литература замещала собой язык, не только язык, она замещала собой знания. И об этом только что говорил Борис Дубин. Откуда было узнать про войну, на самом деле, откуда было узнать про лагерь, что мы исторически, что это было как на Западе, что мы читали какие-то, откуда было вообще узнать про то, как из чего, тут я, так сказать, к Саше обращаюсь, откуда было вообще узнать, из чего этот мир создан, если не было философов, до которых, если я никогда не забуду, я открываю дневник Эдельмана, Натана, и читаю. Это, значит, между прочим, на дворе стоит чуть ли не конец 60-х годов. Он пишет, говорят, там, я не знаю, есть у Бердяева, есть книжка о коммунизме, я думаю, господи, он не читал, он даже, так сказать, он этого тогда не читал. О чем вообще говорить? Где этот язык? Где эта традиция? Уничтожена, порушена, ее совершенно с покрупицем, из-под глыб, действительно, так сказать, с испорченным. Абсолютно вот этот вот, что там, конечно, наша большая трагедия в том, что так людям спрямили сознание, что вот этот вот, так сказать, все современные вещи в него не укладывали, что они с таким трудом себе, огромным трудом пробивали себе дорогу. Но я хочу сказать, что, во-первых, и что, опять же, вот возразить на эту оппозицию советского и антисоветского, оно не шло, и диссиденты тут вообще играли очень маленькую роль. Ну что там была хроника текущих событий, вообще все. Я говорю о широком круге читателей, который, между прочим, был невероятно широким, и пытался к этому самыми разными. Какой модернизм, когда я Фрейда, для меня нужно было для дипломной работы, цитаты из Фрейда. Мне нужно было подписывать это, это Наздарец делал 72-й год, мне нужно было подписывать у треугольника в университете свое отношение в спецхран, чтобы по-немецки прочитать, потому что на русский это было не... у треугольника. Не знаю, что такое треугольник. Я не знаю, я не знаю. Ну, слава Богу, слушайте, монета численная. Объясните, Боря, объясните. Объясните, что необъяснило. На подком, правком, на факультете, да? Понятно. Вот он был на треугольнике. С печатью. С печатью. Понятно. Пожалуйста, да. У меня два замечания по поводу того, что я здесь услышал. Первое, какое-то дополнение к тому, что сказал Александр, по поводу того, что литература в России не прошла фазу модернизма. Фаза модернизма была исключена, и из-за этого постмодернизм был понят каким-то причудливым образом. Абсолютно то же самое произошло в архитектуре в советской. Потому что и мы это видим просто невооруженным взглядом. Ну, сейчас это немножко меняется, потому что что-то происходит. Но, скажем, вся лужковская архитектура, она показывает просто провал в архитектурном образовании. Так что это было не только в литературе, это было во многих. Я уверен, что это было и в музыке, и где угодно. А второе замечание по поводу перевода о том, что вы говорили. У меня был интересный опыт. Я прочел, естественно, над пропастью варжи в журнале иностранной литературы. Это был в переводе Райт Ковалевой в 62-й, наверное, год примерно. А потом я прочел его по-английски, когда уже жил в Америке. Я должен сказать, что это две совершенно разные книги. Это связано с двумя вещами. Во-первых, была советская школа перевода, которая говорила, что не надо переводить, а надо искать эквиваленты. Рита Райт это сделала блистательно. В результате у нее получился совершенно другой герой. Это русский мальчик, это идет традиция тургеневских, потерянное поколение, умная ненужность. Это оттуда. Хотя, как это получается, загадка, потому что перевод при этом не нарушает смысла. Но вот как-то ей удается создать совершенно другую книжку. Не говоря уже о том... А какой он по-английски? По-английски это американский мальчик. Мне даже трудно это объяснить. Я знаю этих... Когда я читал русский вариант, я узнавал каких-то своих друзей. Когда я читал, я узнавал совсем других людей, которых я знал в Америке. Ну, конечно, к этому добавляется то, что я уже побывал в Нью-Йорке. Эта книжка чрезвычайно про Нью-Йорк. Это вообще все реалии и все люди и все отношения это Нью-Йорк. И очень, кстати, интересно, что вот сейчас вышел документальный фильм о Селлинджере. По-моему, он даже уже есть по-русски. Я где-то видел какие-то плакаты. Чрезвычайно интересный, из которого я впервые узнал, чего я раньше не знал, что он вообще серьезно воевал. Он был на фронте несколько лет, и это было для него чудовищной травмой, от которой он до конца не излечился. И что «Над пропастью воржи» написано в окопах буквально. Он все время, что он был на фронте, он писал «Над пропастью воржи». И эта книга, вот его способ преодоления этой травмы был написание вот этой книжки. Я никогда об этом не думала. Это поразительный факт. И еще, конечно, поразительно, что когда она была написана, по-моему, пять издательств отвергли ее, и он с огромным трудом ему удалось ее напечатать. А потом, когда она была напечатана, начался вот этот шквал внимания, который его страшно напугал, и после чего он убежал и вообще стал затворником. Виктор Бунин, как мы упоминали за столом, вот замечательный мастер перевода, ты, по-моему, и мастер жизни, и поведения жизненного. Вот. Он говорил про вот этот перевод «Над пропастью воржи». Он говорил, что нет, книжка отличная и по-английски, и по-русски отличная книга. Вот. Но она, я ее немного знал, Ритураль, она была победительница. А это не подходит для героя Селлинджера. Вот. Понятно. Вот. Нет, ну вообще мы все так так говорили, переводчики, потому что, что перевод это как женщина, да, что если она, значит, если она красива, значит, она не верна. потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, да. Ира и Борис. Ну, давайте немного поговорим еще об иностранной литературе. Меня, признаться, удивило, что никто из вас не вспомнил серию всемирной литературы, которая существовала, не знаю, в 70-е годы. И для меня, вот моя первая, наверное, всерьез прочитанная книга, это 14 лет Данте Божественная комедия. И так далее, и так далее. А уж там было, и во всей этой серии всемирной литературы, и эротического, сколько там угодно, и хочешь тебе фильм ужасов, тебе покажут, и так далее, и так далее. То есть вот у меня главное мое впечатление, пожалуй, своего советского, там, подросткового и студенческого чтения, это чтение переводной литературы, которая, ну, была все-таки достаточно богата, мне кажется, достаточно богата в связи с журналом иностранной литературой и просто с корпусом переведенных, переведенных тогда авторов. А, Александр Враунов, дальнейшее развитие вашей мысли я бы хотела очень послушать. Какую сторону? Саша, вот это вот, что, вот что ты имел в виду под несоветским? Вот можно я все-таки услышу ответ на, ну, вот твой список писателей, вот как, вот если совсем просто говорить, что бы мы сейчас могли сказать какому-нибудь условному человеку 20 лет, филологу, да, который нас, может быть, услышит или прочтет, вот наш список того, что мы читали в юности или того, что мы сейчас оцениваем как очень хорошую литературу, которая бы говорила нам о том, что такое и модернизм, и постмодернизм. Вот если можно, вот я в такую совсем простую плоскость это переведу. Вот русский список, у тебя есть такой русский список? Или это иностранцы? Не знаю, я не думал об этом. Мне просто кажется, что мы используем, ну я во многом виноват, что задал вот такой вот разворот, слова советские, антисоветские в таком субстанциальном немножко смысле, которые как бы не являются таковыми. То есть мы не можем приписать какой-то вещи признак советскости, вот просто так запросто, да, она должна каким-то образом субъективироваться, да, что-то начать делать, как-то двигаться, и только тогда мы как бы можем какую-то их характеристику дать. То есть вот у нас есть такая способность, она восходит к тому, что определяло, на мой взгляд, вообще всю хронологию как бы вот этого периода советского, а именно очень такое почтительное и почти коленопреклоненное отношение к классической в основном платонизирующей литературной традиции. Да, здесь понятно. Вот это очень важно. И это не относится к 17-му году, потому что большевики точно так же платонизировали, как и, скажем, антибольшевик Лосев или совсем незнакомый еще с этим явлением Владимир Соловьев или Лев Толстой и так далее. Это очень, мы сильно укоренены, и это никак не связано с нашим политическим режимом. Или связано, но очень опосредованно. Опосредованно. Мы сильно укоренены в этой субстанциалистской парадигме, когда мы приписываем чему-то неизменные, вечные, абсолютно как бы небесные качества. Вот. И с этим непонятно, как работать, жить, ну, приходится с этим жить, как бы, да. Когда ты слышишь собеседника, который говорит о чем-то, как о неизменном, ты понимаешь, что ты среди своих, как бы. Вот. Это мгновенно отличает, кстати, русского собеседника на любом там, на любой панельной дискуссии в любой части мира. Вот. Понятно, что, неважно, жил ли русский, как Владимир, в Америке много лет и десятилетий, или вот он только-только, так сказать, московский хипстер такой, но там, где вот это легкое, легкое дуновение Платона, как бы, такое есть, это, гадалки не ходи, это русский человек, на рандеву, так сказать, с неважно чем, с литературой, искусственным или с чем угодно. И это очень тяжелое наше наследие. Мне кажется, что модернизм в этом отношении, это попытка это наследие каким-то образом проблематизировать, по крайней мере, да, сделать это предметом, как бы, художественного, там, еще какого-то анализа. И в этом смысле он ценен, и в этом смысле, конечно, нам стоило бы по крупицам собирать вот эти вот модернистские попытки в русской литературе. К ним можно отнести самые разные виды опыта, друг к другу никак не соотносящиеся. Например, один из видов, мне кажется, модернистского опыта в русской литературе это попытка выстроить себе воображаемую литературную биографию. Ну, таких примеров было очень много. Один из самых таких значительных примеров это Бродский, который просто выстроил себе биографию из поэтов-метафизиков 17 века. С какого бодуна как бы питерский просто чувак, да, вот прямо чувак с улицы прям, да, вот без образования вдруг ни с того ни с сего решил, что его генеалогия в поэтах-метафизиках 17 века это абсолютно невозможная вещь, но она состоялась и как бы она сформировала определенный тип литературной манеры, и даже манерности Бродского, да. И оказалась очень убедительной. Она оказалась убедительной, она породила огромное количество подражателей, и вообще мы с этим тоже живем сейчас, как вот с таким фактом, интересным фактом культуры. это касается например того, что вот это поколение молодых шестидесятников типа Аксенова прожили опыт, который кстати невероятно актуален сегодня для многих европейских литератур, например для немецкой и французской. Большие европейские литературы устают от величия своих классиков, причем даже 20 века, и они все открывают для себя и в этом очень много следствий, открывают для себя англо-американскую литературную традицию. Например, очевидно, что там писатели в 80-х, 90-х и нулевых годов типа Бекбедера, Уэльбека во Франции и много-много других, для них как бы гораздо важнее в французской традиции традиция английская и американская. И то же самое было с многими шестидесятниками здесь. Прямая ориентация не на русскую литературную традицию, а на американскую и английскую. С эмпиризмом, с этим удивительным качеством этой литературы быть очень эмпирическими, очень точными и в то же время очень возвышенными. Прямо как сказал один французский философ, это соединение эмпиризма с неоплатонизмом, который он считал есть в английском выражении self-enjoyment. Вот мы его как бы более-менее понимаем, что это там ну как бы enjoy yourself, да, ну, как это перевести? А этот философ говорит, что это надо перевести вот в смысле возрадуйся, возрадуйся, да, даже почти в религиозном смысле. Там идешь куда-то там в кафе, возрадуйся этому кофе, да, этой булочке, там, возрадуйся ей, да, вот, запаху корицы и так далее. В этом есть что-то, да, вот, ну вот об этом можно долго говорить, но как бы здесь я завершу тем, что скажу, что вот такая как бы молекулярная такая структура литературного опыта, которая совсем, как бы, мне кажется, ограждает нас от любых платонизирующих таких обобщений, да, вот, она, мне кажется, очень востребована сегодня в силу современного типа культурных практик, чтения и вообще понимания культуры. Можно сказать, что, например, что отличает современный такой мир культурных практик, это то, что на смену некоторой вот модели таких жестких различающих, платонизирующих границ, да, приходит гораздо более мягкая и более сложная управленческая такая менеджерская тактика, которая невероятно интересна. И менеджер как бы менеджерское сознание и менеджерская практика, она очень интересна. Она позволяет нам ставить совершенно по-другому вопросы, связанные с самой техникой как бы формирования поля литературы, отношений, властных отношений внутри литературы, управления литературой не в смысле вот... Саша, вот кто этот менеджер? Вот объясни, пожалуйста. Да, в общем, все практически. Это я сам для себя это поле чтения? Практически все, просто они могут на этом языке не формулировать эти вопросы, это требует рефлексивной какой-то позиции, но в принципе я очень благожелательно отношусь к современному управленческому повороту в культуре. Мне очень нравится, что все хотят управлять. Все хотят быть кураторами, все хотят устраивать, организовывать, что-то презентировать и так далее. Мне это очень нравится. Мне кажется, чем больше людей будет хотеть относиться к культуре не стоя на коленях, а как-то гораздо к чему-то более-более личному и более повседневному, тем будет, мне кажется, интересно. Спасибо, Александр Иванов. Давайте мы сейчас определим последний круг обсуждения. Я напомню, что люди слушают и смотрят радио «Свобода», «Свобода» в клубах. Мы говорим о чтении, о том, как изменился тип чтения в советских времен по нынешней. И слово-менеджмент в данном случае как раз Саша сделал мне такую подсказку, потому что я хотела с вами поговорить о том, как поменялся ваш личный опыт чтения, если сравнивать его с советским временем и сейчас. Я могу сказать про себя очень быстро. Это связано со временем. Мне кажется, это связано со временем и компьютером. Я гораздо реже сейчас погружаюсь в книгу, я гораздо чаще скачу по разным статьям, каким-то блогам, даже вполне себе известных писателей, среди которых по первой тоже находятся. Я очень быстро как блоха так поскакиваю вечером по фейсбуку и может быть блоха по блогам и может быть два раза за вечер я отправляюсь с серьезной книжечкой в кроватку. То есть раньше я вела себя так каждый вечер вот до эпохи компьютера там до этого всего раньше я проводила время с книгой. Сейчас я больше провожаю время с компьютера соответственно мой круг чтения если можно так сказать он более хаотичный он более журналистский если можно так сказать и это не потому что я работаю журналистом я смотрю что так происходит со многими моими товарищами. Вот что бы вы сказали о себе о собственном менеджменте вашего круга чтения давайте с Валой не изменилось у меня изменилось одно я значит но это уже тоже изменилось лет 20 я наверное пополам а может быть даже уже больше хожу в архивы читаю рукописи вещи не опубликованные чем книги так не изменилось абсолютно ничего я люблю бумагу и не люблю экран у меня болят глаза вот например я хожу в архив мемориал едва ли не каждый день как на работу а там значит машинка любимая мною шрифт намного более крупный и читать хорошо и приятно и в общем я хочу сказать что возможно отчасти все это связано с тем что мир вот такой какой он остался в архивах в архивах он во много более значит и во всех отношениях настоящий в общем постепенно особенно если значит вот день за днем читаешь все что попало в литературу так или иначе кажется значит ну отредактированным отредактированным автором отредактированным издателями разными разными людьми разными разными людьми И все это очень широкое поле, тут никаких сомнений нет, поэтому нельзя, значит, я абсолютно не способен как-то это, значит, привести в систему и структурировать, но, безусловно, есть. И какие-то, значит, вещи, они настолько фантастические в то время и та эпоха, о которой мы говорим, ну, русский 20 век. А каким периодом вы занимаетесь? А я вообще, строго говоря, никаким периодом не занимаюсь, я просто прихожу, и вот меня ведет, значит, неведомая сила, я читаю, если, значит, мне это, ну, интересно, это мне все более-менее, и просто я, значит, связан с зрением. Ну, просто вот сама необычность и новизна мироздания и вообще сохранность его, потому что, ну, 20 век вообще осталось абсолютной копейки, потому что рукописи сжигались, дневники сжигались, письма сжигались, более того, и родители рассказывали детям абсолютно, значит, жестко цензурированную версию, и до войны вообще рассказывать было нечего, да, нечего. А после войны появилась какая-то общая и вполне светлая мифология, и тогда, значит, вот эта система и конструкция советская, отчасти советская стала, значит, достроена. Ну, без всяких вещей связан с самозванчивостью, я ничего этого не использую, просто когда я вижу вот такой, значит, цветной мир, у меня начинает тоже, значит, то, что несколько выше плеч, значит, как-то, значит, думать и функционировать. И мне кажется, вот тут шла речь, я просто займу, я извиняюсь, я займу там лишнюю минуту, прошла русская литература через модернизм и не прошла, но это и не могло пройти. Люди строили блистательно, значит, завершенный во всех своих, значит, частях отрегулированный мир, чисто платоновский мир, это вершина платоновская. Потом, наверное, в конец 20 века, это откат, а сейчас, по-моему, они с новой яростью и надеждой будут строить то же самое. Есть у огромного числа людей, элиты и народа, есть ненависть хаосу как таковому. Вот конкуренция, это все кажется бесконечно неправильным, несправедливым, ненужным, невозможным, а мир, который, значит, формулировал Вернадский, когда все вообще, что есть на Земле, не только человек, но и сама Земля, и атмосфера, это единый организм, тогда нет ни греха, ни убийства, если одна там здоровая клетка в твоем организме пожирает, значит, больную клетку, никто ее не обвиняет в каннибализме. И вот выясняется, что можно такой мир, значит, совершенно неоплатонически построить, и думаю, что сейчас мы намного ближе. И может выяснится, что там какой-нибудь 17-й год, это просто фальшстарт, они поспешили там на 30-40 лет, значит, не дождались. Потому что все те же вопросы, вечная жизнь, вечная молодость и так далее, и так далее, полная, все гении, значит, и, соответственно, ускорится культура и цивилизация. Все это было и никуда не девалось, и нет, там просто реально нет места для модернизма, тем более, для постмодернизма. Давайте мы вернемся сейчас все-таки к нашему, к нашему, к нашему, к нашему. Хорошо, Борис Владимирович, давайте, только коротко уже, давайте, нам пора заканчивать. Я просто соединю несколько ниток, которые были, модернизм и перевод. Вообще-то говоря, вот люди, ну не могу сказать, что я у них учился, когда начинал сам работать в переводе, это самое начало 70-х годов, вот, не могу сказать, что у них учился, но брал как-то, но, конечно, обязательно их учитывал, условно говоря, это как бы поколение моих старших братьев, вот, или младших дядьев, да, вот, это как бы не отцы, поэтому с ними нет напряженных межпоколенческих отношений, вот, с ними можно на ты, значит, если ты даже там, как Анатолий Гелескул, который был старше меня на 12 лет, вот, но мы были на ты по коротким именам и все в порядке. Значит, что, по-моему, делал круг этих людей, вот, кстати сказать, Голышев в него, конечно же, тоже в высшей степени входит, только он переводил прозу, а я ориентировался на переводчиков поэзии, поскольку сам тогда переводил только поэзию. Вот, это Британишский, это Солонович, это Гелескул, это Андрей Сергеев и так далее. Они выбирали именно модернизм и отзвуки модернизма в больших литературах, кстати сказать, куда и американская, естественно, входила, вот, отзвуки этого в восточноевропейских литературах, как делал Британишский, который переводил американцев с одной стороны и поляков с другой стороны, да, вот, или там, скажем, Солонович, который переводил итальянцев с одной стороны и немножко греков Кавафиса и так далее с другой стороны. Вот, и эта штука работала, и это задевало нас, тогдашних читателей, нас, тогдашних начинающих вот чего-то писать, да, или там начинающих чего-то переводить и так далее, и так далее, и вот такой сложной линией все-таки в культуру входило. Мне не безразлично, что это было связано с переводом, поскольку я начинал с того, что я не читал русской литературы, вот, когда-то, да, и в этом смысле был обречен, видимо, так сказать, стать переводчиком. Вот, это входило в культуру, и мне кажется, что, вот опять-таки, некоторая сложная игра разных сил, она заключается ведь в том, что, конечно, мы прошли через БВЛ, вот, я уже начинал работать, когда БВЛ было, и это была роскошная совершенно кормушка, потому что там платили невозможные деньги с точки зрения нормального переводчика. Вот, вот, БВЛ одновременно с этим или внутри этого шел вот этот самый модернизм, который вносили наши старшие братья, вот, попробовать, может быть, все-таки удастся Элиоту что-нибудь, хоть одно стихотворение, ну, хоть не религиозное, но хоть какое-то, да, ну, вот, ну, паунда, ну, какой-то вот, хоть кусочек какой-то вставить, да, вот, у которых, надо сказать, тоже было довольно своеобразное отношение к классике, да, вот, это был такой модернизм, который как бы не антиклассика, а который ставит классику под вопрос и все время с ней в разговоре находится. Вот, и эта линия классическая, или там классицистская, это линия модернистская, и мне сейчас как раз в том, что делается на Западе, и отчасти то, что делается в Восточной Европе, то есть поближе, не на Центральном Западе, а в Восточной Европе, интереснее даже еще третья линия, я бы назвал ее такой линией, как бы, ну, без оскорбительности, естественно, некоторого нового варварства, да, это люди, которые приехали вообще из совершенно других мест и культур, и теперь либо продолжают работать на своем языке, либо работают на двух языках, как в Германии, на немецком и греческом, на немецком и турецком, на немецком и сербском, и так далее, вот, или переходят на немецкий, но используют его не так, как сами немцы, да, они приехали из стран, где чаще всего вообще нет литературы, а если она есть, то в ней нет классики, и это потрясающе интересный опыт, делать литературу, которая не рассчитана на школу, на преподавание, на классику, на комментарий, а делать какую-то совершенно другую вещь. И вот соединение трех этих вещей, да, причем именно соединение, это не разные эпохи, что мы вот как бы вышли из одной, вступили во вторую, а теперь вступаем в третью. Мне кажется, что здесь как раз натяжение, напряжение между этими вещами работает. И то же самое, то есть какая-то похожая конструкция с нашими типами чтения, что изменилось. Вот, вы говорите, что скачете по этим самым. Я, ну, скакать, может быть, в силу комплекции, вот, так бегло не могу. Вот, но я думаю, что, ну, если говорить о собственном опыте, я вырос из культуры книги, потом вошел в культуру текстов, потому что культура сам издата, и там издата, и всего этого прочего, она была культурой текстов, она не была культурой книг. А за книгой стояла библиотека, государственное учреждение, вплоть до ГБЛ, вот, а за текстами стояли свои референтные инстанции, где не было измерения власти. Это было чрезвычайно важно. А теперь мы вошли еще в какую-то третью штуку. Я бы назвал ее культурой цитаты. Вот мы скачем от пункта к пункту. Вот, нам в конце концов важно выхватить цитату. Мы даже часто не дочитываем текст до конца. Но мы научились как-то так читать, что мы точно укол в эту самую цитату производим. Вот, и, видимо, ну, я себя так, по крайней мере, ощущаю некоторым печальным обломком, цитирую Анинского, вот, в котором как бы соединяются вещи, которые, может быть, завтра совсем рассоединятся, и им даже как бы по пути друг к другу не будут. Но я для себя сегодня чувствую проблему в напряженном соединении вот этих вещей. Изменилась, изменилась вся конструкция. Не что-то новое, одно, а изменилась вся конструкция. Мне кажется, и с нашей жизнью, вот, которая за окном идет, там тоже изменилось не что-то одно, изменилась вся конструкция. А значит, и место каждой отдельной части внутри этой самой конструкции. Спасибо, Борис Владимирович. На самом деле, да, вот, большое спасибо всем за ответы, но мы, увы, вынуждены заканчивать программу. Ну, если Володе добавят что-то, я буду только рада, только очень коротко, пожалуйста. Здесь много речи о Платоне, у меня есть маленькая история, связанная с Платоном. Я очень кратко расскажу. Она состоит в том, что я по своему образу жизни очень много времени провожу в машине. И я понял, что я не могу читать, поэтому я перешел на аудиокниги. И я, есть такая компания, которая называется Teaching Company, которая продает университетские курсы по самых разным предметам. Я прослушал курс, там, истории философии, истории английского языка. Кучу всяких университетских курсов есть в машине. И был эпизод, когда я должен был со своей дочерью, которой было тогда 10 лет, поехать кататься на лыжах в Колорадо. Я сказал, что мы поедем на машине, это три дня пути, и мы будем слушать какие-нибудь университетские курсы, и ты будешь вообще умнеть. И она, послушная девочка, ей это совершенно не хотелось, но она говорит, хорошо. И я поставил университетский курс истории западной философии, который как раз за три дня мы только Платона одного успели прослушать. И она терпеливо слушала, ей это было неинтересно. Но я так остановил, говорю, ну хорошо, вот теперь повтори краткое содержание последней лекции. И она, как хорошая ученица, говорила, да, я запомнил это, это, это. Но у нее было ощущение, что у русских родителей всегда какие-то идиотские идеи, которых никто, кроме них, не знает, они о чем-то говорят, чего вообще не существует. У них какое-то, у эмигрантских детей представление о русских родителей. Прошло несколько лет, и она училась в очень хорошей школе, это она уже была, скажем, в седьмом классе, и вдруг она прибегает в каком-то страшном возбуждении и говорит, Папа, представляешь, вот эта вот вся чушь, в которую ты меня пихал в машине, это все по правде. У нас сегодня было занятие, и там говорили про Платона, и выяснилось, что я единственный во всем классе, который все знал и отвечал на все вопросы, больше никто этого не знал. И тогда я почувствовал себя настоящим отцом. Хранителем традиции, тем, кто передает традиции. Проблема реабитации самая важная во всей жизни. Да, и я внес платонизм в американскую действительность. Спасибо, Володя Паперный. Вы слушали, смотрели «Радио Свобода», программу «Свобода в клубах», читая по годам, как читали в Советском Союзе, как люди читают сейчас. Мы говорили об этом с историком Ириной Щербаковой, руководителем образовательных программ общества «Мемериял», с культурологом Владимиром Паперным, с философом, прошу прощения, социологом-переводчиком Борисом Дубином, с философом Александром Ивановым, главным редактором издательства «Адмаргин» и с писателем Владимиром Шаровым. Вела программу Елена Фанайловна. Редактор субтитров А.Семкин